Люди любят те бренды, реклама которых им нравится. Люди, если честно, хотят делегировать вам решение о покупке. Европейскость в подходе, она как раз лежит в двух вещах, в человечности и в минимализме. А не в том, что мы где-нибудь напишем «Европейский банк» или «Европейский сервис». Нет, это смешно. Агрессивное лидерство. Пример Хортица, я уже об этом говорил, описано великолепно в книге Траута «Маркетинговые войны». Если не читали, обязательно прочтите «Принцип силы». Вы давите на рынок деньгами, которых у других нет. Вас интересует это? Тратьте в два раза. Попробуйте нас догнать. Вы увеличиваете отрыв и, в принципе, большое медиадавление бескомпромиссное, когда вы говорите, что мы там будем любой ценой. Если у вас компания богатая, если у вас есть запас прочности, вы знаете, что вы крепче, чем конкуренты, можете это делать. Пожалуйста. Есть примеры очень большого количества западных компаний, которые в это играют, для которых математика одного рынка не принципиальна. И когда, например, рынок становится очень чувствительным к цене, а бренды, например, пытаются атаковать какие-то мелкие игроки. И один из крупных производителей бытовой химии понизил цены, например, на 30% в один день. Ну, просто так. Ну, а чего? Мы можем себе позволить. А вы можете? А для других там маржа 5%, 10% просто нереально. Это «Принцип силы». Если у вас есть деньги, которые вы можете сжечь, это ваш выбор. Я это точно не осуждаю, но для этого вы должны быть богатой компанией. Если мы говорим про новое, если мы говорим про уникальность, то часто это будет что-то, чего раньше потребитель не знал, не видел, не представляет себе. Примеры. Сейчас новая экономика их дает огромное количество. Пожалуйста. Airbnb, Amazon. Мой очень любимый пример – это Green Egg. Это гриль. Его история очень простая. Американский солдат был на Вьетнамской войне и увидел, что там в Азии используют вот такой вот какой-то странный, круглый, в общем-то, гриль. Фактически это был тандир. Когда закончилась война, он попал в Японию, изучил этот вопрос, приехал и переизобрел этот тандир. Примеры, LX. Мы сделали первую компанию, очень простую. На «Видбилявке святулли» нескладно – швидко продать машину на «Сландо». Чотири безкоштовные объявы, щохвилины. «Сландо» в «Продаете все». Это очень простая, примитивная работа. Ну, в общем-то, такая классическая, не знаю, европеоидная, образовательная. Потому что если вы работаете с такой категорией, никто не отменял знания марки. Вот это вот первое. Помните в самом начале «Знаю, хочу, плачу». Знаю, никто не отменял. Вам нужно строить знания. Если вы хотите быть первым, вам нужно построить самое большое знание. Я куда-то уехал, наши креативы сделали рекламу, показали мне ее. Я им говорю, какой ужас. Что это за низкопробная вообще стилистическая работа. И, ну, мне не нравится. Они сказали, а мы сделали, с клиентом утвердили. И я говорю, окей. Появилась такая реклама. Готово. Посевали на речницю. Вася купил спидницю. У Люби дві нові шуби. А Петрівній чоловік купил нове пончо. Что? Что, что? Нове пончо! А меня одягнути не мать. Без проблем. Вимикайте панику. Вмикайте Сландо. Безкоштовные оголошения вашего места допоможут продать заявые вещи. Та отримать гроши. Продавать и купить лучше, чем паниковать. Сландо продается все. И вопрос заключается в том, что мы целились в очень-очень массового клиента. И это оказалось самая успешная рекламная кампания за два года. Которая дала вот такой вот скачок размещения, объявлений и так далее, и так далее. Потому что на самом деле ужас и парадокс заключается в том, что вы обязаны говорить с потребителем на его языке. Вы обязаны использовать те образы, которые он считывает. Если он любит сериал «Сваты», да, это его уровень, окей, он хочет в такой форме получить информацию. Мы добились невероятных совместно с клиентом результатов. И нам приходит, грубо говоря, телеграмма. Ура! Всемирный ребрендинг. Как ребрендинг? Мы же только построили бренд Сланда. У нас зашкаливает знание за 90. Говорят, да. Мы переименуемся в OLX. Мы говорим, а почему? Они говорят, мы так решили. Так будет во всем мире. Мы решили, что лучше иметь один мультирыночный бренд. В общем-то мы приведем все к единому знаменателю. В долгосрочной перспективе мы точно выиграем, в краткосрочной мы точно проиграем. Мы понимаем, что рынок очень динамичный, мы не имеем права на ошибку. Какой бриф? У нас ребрендинг. Мы подумаем, окей, а как мы можем сказать это проще всего? Ну, проще всего нам нужно сказать, Сланда стал OLX. И тогда мы сделали рекламу. Уважаем пассажири. Сланда стал OLX. 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 Иногда креатив, он заключается не в том, чтобы вас впечатлить невероятным образом, что у меня как в рекламе H&M, не знаю, одноногий боксер в какой-то царской шляпе будет выходить и что-то делать. А креатив заключается в том, чтобы максимально точно решить ту задачу, которая стояла. И у нас получился самый эффективный ребрендинг в Европе с точки зрения сохранения показателей. Примерно за три месяца мы вышли обратно на те же показатели. И тогда мы решили, окей, мы будем продолжать то, что у нас получается. Потому что я напомню, кто такие бренды? Это дятлы. Если у вас что-то получается, не надо метаний, не надо шатаний. Вы не Зося Синицына, у которой искание. Вы выбрали линию, бейте в нее. Операция Оликсація. О, так тут целый OLX-Клондайк. Балкон для украинцев это не только склад водочек и холодильников, а еще и золотая жила. Вы думаете, это все куплюсь? С руками відервут. Запускаемо OLX, фотографируем и продаем больше зайвых вещей за незайвые гроши. Алло, холодильник? Так, продаю. OLX. Продается все. Со временем мы развивали тему работы с селебрити. Я мама четырех детей, я была совсем не окей. На OLX нашла спасение. Витпадну няню, тетю Зину. OLX. Продается все. Мы сняли таких восемь роликов. OLX. Продав на OLX двойплатый компьютер и старый гаджет. Купил себе оцей прикольный, майже не юзанный планшет. OLX. Продается все. И здесь нужно понимать, что каждый ролик, который вы делаете, ну, то есть, должен развлекать. Пусть меня убьют, пусть со мной спорят. Люди любят те бренды, реклама которых им нравится. Если у вас есть машина, то машина может конкурировать с троллейбусом. Ну, это что, в машине круче, чем в троллейбусе? Поэтому, когда вы продаете первую машину, вы можете использовать эту шторию. Людям нравится, но при этом они присваивают себе рациональное преимущество всей категории. Это хорошая бактерия, что живет в кишечнике. Когда их много, кишечник работает хорошо. Это плохая бактерия, которая тоже там живет. Когда их много, в кишечнике начинаются нагоразды. Закреп. Пронос. Сдуття. А это биосморин, что помогает избежать проноса, закрепа и сдуття. Он уничтожает плохие бактерии, помогающим хорошим восстановиться и налагодить работу кишечника. Биосморин. Тбает проредную микрофлору. Компания Биофарма. Компания с больше, чем столетней историей. Из города Белая Церковь. За один квартал продажи выросли в два раза. При этом, фактически, то, о чем мы говорили в этой рекламе, это в большей степени рассказ о том, как работают пробиотики. Мы не рассказали в этой рекламе по поводу того, что у нас самые правильные бактерии или еще что-то. Но мы рассказали это в интересной форме. Многие фармацевты, я думаю, что в целях экономии используют мультики. Но они делают их на вчера. Мы сильно заморочились и самим мультиком, и этими персонажами, какими-то шрифтами и так далее. При том, что этот ролик формально не очень дорогой в производстве, но он дал великолепный результат и очень понравился детям. Я вообще могу сказать так, что если вы хотите убедиться, что реклама работает, ваша целевая аудитория – восьмилетний ребенок. Если восьмилетнему ребенку ваша реклама понятна, даже если вы продаете сложное промышленное оборудование, если ему это понятно, все окей. Если непонятно, надо продолжать работать над рекламой. Новая почта выглядела вот так. Мало кто это помнит. Всем кажется, что Новая почта всегда была такой, как она есть. Но на самом деле ее реальное лицо долго было вот таким. И мы договорились о стратегии. Мы говорили о том, что нам нужно измениться. Мы много говорили о том, что нам нужно идти на ТВ. С нами спорили, говорили, что это безумие идти на ТВ, рекламировать посылки. И нам сказали, что есть одно маленькое ограничение. Это то, что нельзя трогать старый логотип. Потому что старый логотип – это логотип, который нарисован одним из основателей. В момент основания компании это сургучная печать. И это как тотемное животное в компании. Я, когда готовился к семинару, порылся в айфото и нашел видео с первой презентации стиля «Новой почты» Владимиру и Славе. Там 40 минут, но я сократил до двух. Он мне на штемпель не похож. Он похож на что-то свое, на подставку для фотографии. Чемоданчик. Странный такой чемоданчик. На гайку. Да. То есть очень много есть на солнышко. Все что угодно, только это не штемпель. Потому что это штемпель действительно, я его климом рисовал. Есть вещи принципиальные, где мы там будем бороться. А есть вещи, где вы должны нас убеждать. Что очевидно? Вам нужен очень сильный символ. Нам нужно дать не просто, не знаю, там, сабельку. То есть нам нужно гранатомет. Для меня было принципиально уйти от названия в логотипе. Что такое новая почта? Это вы все время куда-то едите. Как это? То есть это не компания, которая физически стоит на месте. Да, скажем, компания, которая развивается, которая растет. И она все время в движении. Вы должны понимать, мы находимся на этапе набора высоты, взлета. Нас никто не знает, никто этого не видел. И мы должны это вбить в голову. Начинает ферить дальше, начинает периферить. Знаешь, да. Вот такое бывает. Хотим и больше стать европейскими, да? Нет, смотрите, вот есть сценарий, чтобы оставить букву «Н» в качестве логотипа и за границей писать новая почта на английском языке? Европейскость, она не из латиницы растет. Она растет из культуры работы с дизайном, да? Если говорить сейчас о расставлении по местам, первое место, второе место. Может, мы не рисуем? И все. Это классная работа, на самом деле. Это решение было принято. Для меня сейчас было очень забавно, что один из наших, не знаю, коллег по рынку, компания «Интайм», фактически один в один воплотила логотип, который не был принят, только в другом цвете, потому что фиалки в Альпах расцветают одновременно. Компания изменилась, и то, как описывал момент Вячеслав, это то, что было впечатление, что мы девушка, на которую до этого никто не обращал внимания. И вот она впервые купила себе итальянские сапоги, классное пальто и сходила в хороший салон красоты. И она утром выехала из дому, и пока она доехала до работы, она поняла, что никогда больше не будет прежней, потому что все на нее постоянно обращали внимание. И мы дошли до момента запуска на ТВ, и мы пришли к тому, что да, нам нужно заявлять новый стиль, нам нужно говорить на уровне атрибутов, но нам нужна эмоция. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И мы выбрали очень простую центральную идею – доставка будущего, причем в двух смыслах, что и мы привозим будущее к вам, потому что компания впервые для многих людей открывала возможность купить в интернет-магазинах, и интернет-магазины являлись одним из инструментов быстрого роста компании. А второе – это то, что сама компания является компанией будущего по сравнению с большими конкурентами, например, с Укрпочтой. Компания сработала, и мы сделали вторую компанию. Я не умею яскраво говорить и подбирать необходимые слова. Как передать тебе то, что я чувствую? Просто мне счастливо. Мне счастливо, что в меня я ты. Сонечко, ты лучший. И твоя мама завжду права. Витправляй любовь. Новая пошта. Были ли у нас рациональные преимущества? Мы же могли рассказывать, что две тысячи отделений по всей Украине и так далее. Но потребителю нужно не это. Потребитель благодарен, когда звучит классная музыка, как сегодня. Это Брунер Шутблонс, которые, в общем-то, работали в первых двух роликах. И благодаря этой чистой эмоции компания за год, если не ошибаюсь, выросла на 40%. 40%. Когда компания достигла этого уровня, нам было понятно, что нам нужно становиться в один ряд с другими культовыми брендами. И если мы говорим о том, что мы компания украинская, мы компания с украинским ДНК, то нам было абсолютно понятно, что делать. Новая пошта. 15 рокив для ТБ. И в данном случае идея заключалась в том, что мы переключаемся сейчас с роста на сервис. На то, что действительно, вот один человек, ты, самое главное для компании. И эта компания имела развитие, потому что нам очень важно было донести, что это не просто у нас есть Вакарчук, да, а то, что новая почта работает для тебя. Так же идут, добрые. Лучше пройти-то. Звучайно. Новая пошта. 15 рокив для ТБ. К сожалению, нет времени, и компания самостоятельно делает огромное количество вещей, которые меняют жизнь людей. Сейчас запустила проект бесплатной бизнес-школы для предпринимателей по регионам, поддерживает огромное количество социальных инициатив, запустила проект гуманитарная почта, когда АТО было в активной стадии. И, в общем-то, я горжусь, что в Украине есть такие компании. Спасибо. Лакшери — это совсем другой сегмент. Для нас была большая честь начать работать с Хелен Марлен. Совсем другой подход. И действительно, в данном случае мы в прошлом году играли на грани, еще раз провокации. Здесь абсолютный минимализм. Центральная идея — «shoes on» — наденьте туфли, фактически, в переводе. Но для того, чтобы произвести такую фотосессию, это фантастическое внимание к деталям. Она строила, в принципе, несколько фотографий, как такой недорогой телевизионный ролик. Нам для этого пришлось работать с фотографом из Дюссельдорфа, потому что мы смотрели, кто из фотографов лучше всего работает с обнаженным телом. И это не игнорит... Потому что сейчас мы живем в очень глобальном мире с творческой точки зрения. Когда мы спешим, и когда у нас есть только три копейки, то мы оперируем в формате, что это, саксаганского или жилянское? 50 долларов или 70 долларов? Но в данном случае нам для того, чтобы произвести эту фотосессию, пришлось привлекать артистов балета из Англии. Потому что нам нужно было такое тело, нам нужна была такая пластика и так далее. Но это себя оправдывало, и поэтому появилась такая компания. Потребитель, который выбирает определенный продукт, он выбирает определенный мировосприятие, определенный образ жизни. К нам обратилась компания девелоперская, которая строила отель. У отеля были технические ограничения. Это то, что он мог быть только на 49 номеров. 49 номеров для большого отеля – это ничто. 49 номеров – это очень специфическая экономика. Отель находился на улице Богдана Хмельницкого возле оперы. Поэтому они хотели назвать его опера. Но была маленькая проблема. На улице Богдана Хмельницкого уже был другой отель опера. Он находился дальше от оперы, примерно на километр. Но он там был, и это название было невозможное. При этом идея, которая была уже тогда у девелоперской компании, что они хотели сделать дизайн-отель. Маленький бутик-отель, который был бы альтернативой большим, так называемым, золотым отелям. То есть такие, как Интерконтик, скажем так, или большим классическим сетям, таким как Хаят. Тогда они сказали, что у нас есть другое имя. Мы думаем назвать отель Golden Gate Palace. Мы говорим, это очень хорошее название для трехзвездочного отеля All Inclusive в поселке Бильдиби. Где-то недалеко от Анталии, между Анталией и Кимером. Мы начали работать, и мы убедили их, и они очень хорошо нас слышали, что мы назовем этот отель Eleven Mirrors. 11 зеркал. Вопрос, почему 11 зеркал? На самом деле, современная физика насчитывает 11 измерений современного пространства. Только несколько из них являются понятными и видимыми человеку. И попытка создать теорию всего, это попытка свести воедино, ну я не знаю, кто-то увлекается физикой, не увлекается, как раз все физические законы, и вот таким вот образом. И вот эта теория всего, одно из ее названий Eleven M, это 11M. Правдивая история, она заключается в том, что копирайтер посмотрел, что отель будет из 11 этажей, и решил придумать какое-то название с цифрой 11. Но это повлияло на то, как выглядит отель. Все поверхности, которые мы выбирали, там работала очень хорошая команда архитекторов, мы чуть-чуть входили в рабочую группу, но все поверхности, которые мы выбирали, они зеркальные. В каждом номере есть 11 зеркал. Данный отель получил огромное количество наград. Он был первым в СНГ, который вошел в сеть мировую дизайн-хотелс, и уже 4 года, если не ошибаюсь, является лучшим отелем Украины в TripAdvisor. Одним из акционеров его является Владимир Кличко, и он же является, в общем-то, лицом бренда. И при этом позиционирование отеля звучит как reflecting you. И мы говорим о том, что 11 – это 11 черт состоявшейся личности, которая уже не гоняется за золотом, которая не пытается произвести впечатление через какие-то такие базовые броски, поверхностные атрибуты личности, которая при этом не хочет быть в мейнстриме и не хочет еще раз остановиться в еще одном одинаковом сетевом отеле. У них очень хорошие показатели, в общем-то, заполняемости. Сейчас все разговоры как раз ведутся о том, какой будет следующая страна, в которой откроется этот отель. Но то, о чем мы думали, как раз мы думали о человеке, о той жизни, в общем-то, которую он ведет. В этом же сегменте работает, например, бренд Breitling, скажем так, который продает вам всю эту романтику неба. В этом же сегменте работает Red Bull, в лайфстайла, да? В этом же сегменте работает куча других брендов. Ну, например, Hollister – это бренд, который пытается на себя забрать… Это бренд одежды, серферскую культуру. Поэтому, например, вот их фасад магазина в Нью-Йорке на Пятом авеню. Сейчас они его, кстати, почему-то выключили, когда я последний раз был в Нью-Йорке, я этого не видел. Они поставили там, в общем-то, витрины, где виден морской прибой, где где-то там есть парни с досками, а при этом перед этим есть вода, которая отражается в этих досках. Поэтому, если мы говорим о том, что лайфстайл – определенный формат, вы можете привязаться к этому и постараться себя спозиционировать как части этого. Но, как и в случае с другими категориями, важно быть честным до конца. То есть, если вы говорите, что вы серфер, вы действительно должны быть серфером. Потому что, если это комьюнити, если это такой клуб, они очень тонко чувствуют фальшь. Следующая типичная бренд-стратегия – это бренд-патриот. Вот. Здесь я хочу сказать о том, что в нашей стране последние годы патриотизм и использование его в бренде используется и воспринимается как что-то нехорошее. Как такая конъюнктура и немножко такая часто шароварная конъюнктура. Когда нашим брендам говорят, что это бренд патриотичный, это значит, что нужно на упаковку, не знаю, с каким-то тоже там бытовой химией шлепнуть фрагмент вышиванки. Все, мы бренд-патриот. В принципе, в любой стране есть бренды, которые претендуют на патриотизм. Мы, в нашем портфолио тоже есть такой проект, и это бренд Ащатбанк. Потому что, когда мы стали работать с Ащатбанком, то то, с чем мы столкнулись, мы столкнулись с дубопроцентами. Ащатбанк прошел ребрендинг в одном из агентств, и в сильной спайке с бывшим маркетингом получил вот такой вот стиль. С точки зрения символов они получили вот такое решение. Я его называю дубопроцентами, да, то есть, скажем так, это проценты, из которых растет фиговый листок, который символизирует надежность. Ну, мы же банк. Когда мы начали работать, это был как раз вот такой вот военно-революционный такой период, нам нужны были быстрые изменения. Что мы понимали? Что Ащатбанк должен предоставить базовые, но в очень хорошем качестве продукты. Что это не может быть банк, который может предоставить что-то там сверхъестественное, имея ту инфраструктурную сеть, которая есть. Что мы еще понимали? Что у нас, в отличие, например, от больших коммерческих компаний, у нас нет денег на ребрендинг. У нас нет денег на то, чтобы поменять все вывески. Да, есть план обновления отделений, но он все равно затрагивает очень небольшую часть сети. Поэтому мы понимали, что наш главный инструмент – это простота. И то, с чего мы начали, мы полностью поменяли стиль. В данном случае что мы сделали? Мы сделали очень здоровый минимализм. То есть вот как выглядела реклама времен дубопроцентов. Вот этот вот почти как в казино зеленый цвет, который должен вводить в состояние спокойствия и надежности. Мы поменяли это на совершенно другие цвета. С чего мы начали? Мы начали с того, что мы очень долго… Вот помните слово «обзад страница»? Мы формулировали так называемый манифест. То, во что мы верим. То, в общем-то, чем есть Ощетбанк. И первая наша главная целевая аудитория были сотрудники банка. Потом мы начали работать со стилем. Мы ввели туда абсолютно живые, понятные, нормальные, человеческие, современные европейские цвета. И мне кажется, что европейскость в подходе, она как раз лежит в двух вещах – в человечности и в минимализме. А не в том, что мы где-нибудь напишем «европейский банк» или «европейский сервис». Нет, это смешно. Это должно быть в том, как вы действуете, а не в том, что делать. Ну вот пример по стилю. Один, второй. Пример карточек. То есть мы столкнулись с задачей сделать кредитные карточки. Базовая линейка Ощетбанка – это 29 типов кредитных карт. 29 типов, потому что есть разные социальные карты для пенсионеров, для участников АТО, для определенных типов государственных организаций. Через банк идет огромное количество социальных программ. Поэтому мы подумали, что там тоже должен быть дизайн. В общем-то, мы взяли простую идею. Это идея «Калейдоскоп». И в данном случае, если мы говорим о рекламе, то мы использовали принцип документальной рекламы. В общем-то, непостановочной. И это был как раз очень тяжелый период. Это март 2015 года. Ощетбанк. Мой банк. Моя страна. Патриотизм – это не вопрос, скажем так, общегосударственных вещей. Это вопрос человека, который является частью страны, человека эмоционального, человека настоящего. В данном случае Андрей Григорьевич Пышный, который является председателем правления, он точно такой же классический папа, который не является акционером банка, но который каждый день выходит на борьбу с этой системой, в рамках которой огромное количество бюрократии, сопротивления. Но, тем не менее, появляются какие-то такие вещи, которые связаны с банковскими продуктами государственного банка. И, в общем-то, там степень преодоления в этом проекте, она, ну, там, просто огромная. Ну, вот пример, что в этом же стиле для того, чтобы это не было враньем и не было бла-бла-бла, например, для сотрудников центрального офиса делалось кафе, да, скажем, граффити, для того, чтобы они тоже понимали, что эти изменения происходят. И, в общем-то, это совсем другой стиль. Это не то, чего ты ждешь от государственной организации. Следующий тип. Когда вы берете свою классическую товарную категорию и стараетесь ее переизобрести. Когда вы говорите, окей, мне все понятно, ну а что, если мы попробуем по-другому? Смарт – это машина? Ну да. Но это не совсем машина. Тесла – это машина? Конечно. Но она совсем другая, да, то есть потому что ты ставишь себе челлендж. Окей, все говорят, что дом – жилой, большой, панельный, с ним все понятно. А можно ли его переизобрести? Можно ли нарушить какие-то законы, которые считаются непреложными, которые считаются абсолютно однозначными? В общем-то, у нас есть разные примеры по этому поводу. Один из них, в общем-то, это отважная компания «Дальнобой», компания, которая работает с грузовыми шинами и точно так же, в общем-то, находится в ситуации противостояния. Вот так компания выглядела до работы, так она выглядит после. И суть решения, которое было предложено, она заключалась в том, чтобы радикально, полностью изменить подход к продаже грузовых шин. Я предоставлю слово владельцу компании. Здравствуйте, меня зовут Олег Шуляк. Я основатель компании «Дальнобой». И вот уже 20 лет занимаюсь грузовыми шинами. Если вы ожидаете, что я буду говорить вам про шины, это заблуждение. Дело не в шинах. Бабки. Надо считать просто бабки. Такие здравые и сильные предприниматели, как владеет транспортной компанией, как ни странно, шину выбирают по признаку, скорее всего, эмоциональным, или как легковую шину. Мне нравится торговая марка, мы поторговались по скидке. Вот смонтировал, до свидания. На самом деле все проблемы шины начинаются только тогда, когда вы ее поставили. 25% шин выходит из строя преждевременно. Эта шина такая, это другая лучше. А эта лучше, чем та, а эта лучше, чем эта. А чем она лучше? Какая разница, какая шина, если ее потерял на половине жизни? Покупая шину, вы покупаете результат ее работы. Это пробег. Это самая главная ценность, потому что нет плохих, хороших шин. Есть шины, которые должны выработать свой ресурс жизни от начала до конца. Но это никого не интересует. Никто не хочет вообще говорить с вами о пробегах шин, о реальной стоимости километра пробега и о том, что вообще их обслужить после того, как продали. Потому что продав шины, про вас не только все забудут. Ваши проблемы никому не нужны. Мы занимаемся тем, что мы меняем представление клиента, как можно по-другому работать. Поэтому мы не лучше и хуже, мы просто другие. Просто мы для себя решили, что нам нужны те клиенты, которые считают деньги и которые покупают у нас то, что нужно купить. А нужно купить решение своих проблем. Шина – это не решение проблем. Это 70 кг резины. Сколько они ходят, сколько они весят, какое давление нужно, как нужно обслуживать. Все это никому не нужно. Вам нужно точно понять, что вам нужен тот человек и та компания, которая будет за ними шином ухаживать и давать результаты от этих шин. И это компания «Дальнобой». Мы хотим решать вашу проблему. Мы хотим продавать вам не шину, а ситуация работает. Тут нужно понимать, что это как у Трампа. То есть, скажем так, нужно долго преодолевать сопротивление. Потому что то, о чем я говорил, это гарантированное сопротивление. Люди хотят жить по-старому. Люди хотят жить по привычке. Люди говорят, так и так нормально. Знышка, скидка. А то, что стоимость покупки и стоимость эксплуатации – это совершенно разные вещи, никого не волнует или волнуют единицы. Но, слава богу, «Дальнобой» получается. И уже достаточно большое количество компаний, в том числе крупнейшие компании страны, перешли на эту систему. Когда они не покупают шину, а покупают километры пробега. И платят за километр, а что там с шинами вообще не интересует. И для меня это хороший пример как раз того, что если мы говорим о B2B, то всегда, еще раз, мы ваш надежный партнер. Нет, в B2B точно так же можно привнести эмоцию, в B2B точно так же можно принести инновацию и точно так же, в общем-то, можно делать красивые решения. Низкая цена не означает что-то плохое. Икея – это тоже в определенном смысле переизобретение. Когда они говорят, да, мы вам дадим недорого, но мы вам дадим классное решение. То же самое можно сказать про Swatch. Мы столкнулись с тем, что в Мариуполе у нас был клиент, это компания локальная, у которой был самый дорогой интернет. Они были интернет-провайдером высокого качества. Условно говоря, они продавали интернет за 100, 120, иногда даже за 150 гривен в месяц. Интернет и кабельное телевидение. И они столкнулись с чем? Их начали атаковать демпинговые компании, которые начинали рассказывать такие вещи, что они говорят, вы знаете, у них не цифровое телевидение. Им говорят, как не цифровое? Ну мы же покупаем цифровое, вот у нас. Так они же вам цифру по аналогу дают. Как? Ну вот так. А мы вам дадим настоящую цифру. Ну то есть, скажем так, в принципе, у людей фантазия в этом смысле. И люди слышат, люди верят. Есть такая история, когда-то пытались против хортицы тоже выпустить такую штуку, что после хортицы чешутся руки. Почему? Потому что они для мягкости добавляют глицерин. Все, вы уже не выньте это из головы. Вы один раз это услышали, у вас попробуйте, вот точно, будут чесаться, точно глицерин. То же самое бред. И компания говорит, что же нам делать? Что же нам делать? Нас атакуют сзади. Мы понимаем, что мы так долго строили ценность. Мы премиум, в общем-то, провайдер. Мы не хотим спускать цену сильно. Если мы ввяжемся в эту ценовую войну, что же будет? Ну мы не можем. Мы говорим, давайте делать второй бренд. И мы буквально за месяц сделали бренд Гризли. Сколько там вы говорите? В 80? В 49? И в данном случае для меня был очень интересный пример, что из компании до этого уволили маркетолога. Почему? Потому что он не мог никак себя структурировать. Поскольку компания пыталась позиционироваться как современная, технологичная, премиум, ну в общем-то такая. А он все время что-то пытался отчебучить. Он был КВНщиком. Они его уволили. И как только придумали Гризли, они его сразу нашли, вернули и говорят, смотри, вот бюджет, делай, что хочешь. На день города он говорит, мне нужно сделать, чтобы Гризли ходили по городу. Ему говорят, ну окей. Он говорит, но у меня нет денег для того, чтобы пошить костюмы. Что он сделал? Он во всех трех областях собрал все существующие костюмы всех возможных медведей. Они были желтые, красные, большие, маленькие, коричневые. Но это такой бренд. Это такой формат. Ну, это такие правила, как сосиска и ру. Если вы в эту игру идете, играйте без правил. Ну, если вы дискаунтер, так сделайте крутой дискаунтер, который будет, в общем-то, отжигать без ограничений. Нельзя быть немножко беременными. Играйте в это до конца. Играйте в это с удовольствием. Вам кажется, что все знают, как это происходит. Все знают, как вы делаете мультики или как вы привозите плитку или еще что-то. Никто этого не знает. И иногда в процессе создания вам есть о чем рассказать. Нам нужно было запустить на рынок сок Галиция. Сок Галиция – это сок прямого отжима, который производится на Западной Украине. Мы туда поехали, и мы увидели там огромное количество людей, у которых гигантский, гигантский, в общем-то, такой passion, страсть по поводу того, что они делают. Начиная от владельца, заканчивая там простыми титочками, он исправдит дрожать всеми яблочками. И мы подумали, что окей, тогда мы точно так же, как крупнейшие лакшери-бренды рассказывали. Нам нужно просто рассказать о своем производстве. Мы представили им две идеи, они были разными. И тогда, когда увидел их клиент, сказал, честно, мы сделаем обе. Потому что нам нравятся обе. Как мы делаем соки Галиция? Берем яблоко, чавимом, разогреваем, разливаем. Все, ничего зайвого, только прямый отжим. Соки Галиция. Ти сами в пакете. В Украине есть проблема с украинским языком. Потому что мы всегда работаем с ситуацией, что половина наших потребителей будет украиноязычная, половина русскоязычная. И поэтому все пытаются найти такие слова, чтобы они и по-русски, и по-украински читались одинаково. В итоге мы сами себя кастрируем. И когда мы используем такие вкусные, смачные слова, как чавимом, то нормальный маркетологер, ой, боже, я кичавимом. Шо вы таки кажете? Давайте скажем, давимом. Давимом, а це ж буде заразумило. Ну, тут и русских мы не обидим, русскоязычное население. И вот это желание там всем угодить, в общем-то, оно очень плохое. Поэтому мы решили, если мы сок, который производится на Западной Украине, мы будем с собой до конца. Да, мы чавим, да, мы говорим трешки с захидно-украинским акцентом. И когда мы делали второй ролик, абсолютно документальная съемка там, то мы подумали, если мы говорим о процессе, если первый ролик чуть-чуть более рациональный, второй должен быть эмоциональный. Нам не нужен диктор, нам нужна пикардийская терция. Как мы делаем соки Галития? Сок и Галития. Тильки прямый вид джин. И в данном случае, еще раз, мы никого не мучили диктором. Диктор не рассказывал, что дужи, корыстно, вот эти соки, вот эти дали дитычок. Нет, это чистая эмоция. Там даже в этой песне нет слов. Но она построена на ДНК этого бренда. И мы рассказываем о реальной уникальности, о реально уникальном производстве, а не выдумываем какие-то абстрактные неправдивые истории. Люди доверяют тем людям, которые занимаются чем-то одним. Есть еще один пример. Компания Стеклопласт. Я делал краш-тест, когда кто-то из зала дает свой бренд, я начинаю его критиковать, топтать и убивать. В бизнес-школе очень приятная девушка. Говорит, я владелица стеклопластиковой компании, которая производит стеклопластиковые окна. Можете немножко что сказать? Вот мой логотип. Я говорю, это поломанная вешалка. Она говорит, нет, мы этим логотипом передаем атмосферу Средиземноморья, когда легкий морской бриз колышет, в общем-то, за навеску. Я говорю, поломанная вешалка. В общем, она говорит, ну, раз вы такие умные, помогите. Мы долго обсуждали. А проблема в том, что есть две целевые аудитории. Одна целевая аудитория – это люди, которые живут в маленьких городах, которые за год собирают деньги на одно окно. Потому что им нужно как-то утепляться. Они не хотят переплачивать за тепло. Но они могут поменять окно, например, на кухне. А в следующем году в спальне. А в следующем году в еще одной спальне. У них нет денег поменять сразу все окна. И есть вторая целевая аудитория – это крупные застройщики, которые, например, строят купол лавины или купол цума. И они выбирают индустриального поставщика B2B, проводят большие технологические тендеры на то, чтобы это сделать. В общем-то, мы им предложили остаться стеклопласт компании, сделать при этом аббревиатуру SP. Сделали для них тоже такой технологичный стиль. Но тогда мы сказали, что если мы сделаем такой стиль, и тоже важно, мы сделали оранжевую компанию, при том, что все синие. Потому что если открыть газету бесплатных объявлений, то а – там все синие, б – у всех в окне счастливый ребенок, у радикалов жестких в окне кошка. Это компания, которая решила рискнуть. Мы сказали, что раз мы будем обращаться в том числе к бабушкам, нам этот стиль является слишком холодным, слишком рациональным, и мы придумали тогда Степаныча. У нас появился Степаныч, это наш персонаж. Чем-то он похож на такого лего-человечка. У него тоже в стиле есть целый набор голов, которые они подбирают для настроения в зависимости от того, что и как. Степаныч живет, прекрасно себя чувствует. Очень, может, сколько, года четыре, если не ошибаюсь. И у него есть одна история – окна по правилам. Потому что у компании больше, чем 600 отделений по Украине. Это, как правило, такое, ну, то есть мы говорим отделение. Это маленькая, хрущевка, хрущевки на первом этаже, в маленьком городе, да, то есть оно яркое, оно желтое. И больше всего, когда туда человек приходит, он боится, что там будет что-то непредсказуемое. Как выглядит идеальный поставщик стеклопластиковых окон, если вот опрашивать человека? Идеальное взаимодействие с брендом. Но выглядит так. Я утром по дороге на работу заезжаю в квартиру, где у меня идет ремонт. Потом еду на работу, приезжаю проверить, что сделали за день. Все окна уже стоят, и все уже уехали. За собой убрав. Я их не хочу видеть вообще. Ближайшие 10 лет не хочу с ними взаимодействовать. Ну, вот это вот реальная мечта, мечта, мечта человека. Поэтому мы ищем, в общем-то, где там, каким образом можно найти. Вот, кстати, эти головы, да, где он расстроен, где вот злой Степаныч. Вот, он Степан Степаныч, да. И вот есть такая книжка правил. Потом они взяли, собрали со всех своих дилеров, провели конкурс. Какие правила, связанные с окнами, они знают. И потом эти правила и сдали. В общем-то, и продолжают. Мы окна по правилам. У них очень четкая идея. Они используют всегда вот такие же наклейки. Маленькая желтенькая наклеечка на каждом окне на случай, если, не дай бог, там что-то будет с ручкой через 4 года. Все знают, куда звонить. В общем-то, все работает. Есть и технологичность, но при этом мы не уходим от эмоциональности. Когда мы говорим о специализации, то я могу сказать так, что надо посмотреть на ресторанные сегменты, какие там тренды. То, что сейчас развивается, это монокухни, монопродуктовые форматы. Когда человек не просто хочет прийти в ресторан, где у него меню вот такой вот толщины, и он может борщ, может что угодно. И поэтому мы, в общем-то, работаем с клиентами, в том числе, у которых очень четкие специализации. Вот пример The Burger очень хороший, потому что на этом взлете бургерной темы мы спорили по поводу имени, имя клиента, в общем-то мы предлагали другие имена, они сказали, нет, мы хотим быть бургерами, вот The, все, бургеры это мы. И в меню этого ресторана, кто был в The Burger? Ну как все? Не все, вот можем посчитать, процентов 50. Около 20 бургеров. Один из этих бургеров называется Burger The Burger. Как вы думаете, какой процент продаж приходится на этот бургер? 84 процента. Люди, если честно, хотят делегировать вам решение о покупке. Они устают, они не хотят, они хотят прийти, хочу бургеров, куда поехать? Поехали в бургер. А что будем есть? А дайте-ка нам, наверное, бургер. Биток. Все счастливы. По этой же аналогии сделан The Bar. Когда мы говорим о дизайне, то вопрос заключается в том, что в украинской традиции это украшательство, в нашей традиции это минимализм и это функция. Если мы говорим о шаблонах, шаблоны у нас есть. Швейцария, вперед. Часы, сыр, шоколад. Бельгия, шоколад, пиво. Мидии. Так далее и так далее. Мы много и с удовольствием используем это, потому что с путешествиями у людей связано много эмоций. И у них есть уже откалиброван не нами мозг по поводу того, чего они могут ждать от той или иной страны. И мы можем взять эти эмоции бесплатно, без проблем. Несколько примеров. Эгерзунд Сифунд. В принципе, Эгерзунд является абсолютно норвежской компанией. Ей скоро будет 100 лет. Она входит в крупнейшую рыболовецкую группу в Норвегии. И в Украине они впервые попробовали работать с розницей. У них розничного бренда не было. И поэтому они предложили нам сделать, что мы хотим. Хоть золотую рыбку. Ну, условно говоря. Мы подумали, давайте мы представим себе, что бренд делает не украинский, в общем-то, маркетолог, а делает норвежский маркетолог, который в командировку приехал в Украину. Такой северный парень. Вот как бы он себя вел? И мы подумали, что, наверное, он был бы холодным. Он бы делал такие очень квадратные вещи. Поэтому мы придумали такой очень простой образ, что мы не прячем нашу норвежскость, и мы выпячиваем ее, даже если это недостаток. Ну, слово Эгерзунд не является самым легко произносимым словом. Но у этого есть большое преимущество. Знаете, какое? Это правда. Потому что это город, в котором находится штаб-квартира этой компании, и это город, который есть на карте недалеко от Осло, и это город, в котором с 21-го года они ловят рыбу. Поэтому то, что мы сделали, у нас полстены огромная, в общем-то, занимает карта Норвегии. Потому что мы про правду, мы не рассказываем сказку. Мы говорим, да, мы из Норвегии. Да, мы Эгерзунд, сори, мы не заигрываем. Когда мы думали об архитектурном решении, мы работали с компанией талантливой из Львова, которая называется Хочу Раю. Поскольку мы про холод, у нас родилась очень простая метафора. Айсберг. Мы хотим, чтобы это был большой кусок льда, который врезался в спальный район. Мы построили такой гигантский маф. И когда мы говорили внутри о дизайне, мы подумали, а какой должен быть дизайн? Мы подумали, а он должен быть холодным. Поэтому у нас только один свет, синий. Синий и белый. И у нас нет никакого украшательства. Вот вообще. Никакого юмора, никакого вот этого ля-ля-ля. Нет, все, вот мы такие. Но мы пошли в инновации в оборудовании. В общем-то, тоже сделали его белыми. И, к сожалению, сейчас чуть-чуть меньше фотографий, чем я бы хотел. Я вас приглашаю заранее. Мы буквально через месяц открываем Эгерзунд в ЦУМе. Уже проект был оправдан. Все жалуются, что они не могут приехать поесть бутерброд с селедкой. Приходится ехать на уличную еду. Или, в общем-то, поесть суши. Все смеялись над нами по поводу того, какой идиот открыл этот магазин на Позняках. Я один из этих идиотов. И, в общем-то, финансовые результаты показывают, что это было правильным решением. В данном случае мы паразитировали именно на национальных, в общем-то, характеристик. Вот это инстаграм посетителей Эгерзунда. Люди ловят там 95-й квартал, фотографируются. В общем-то, нам приятно. Еще один хороший пример. Коростеньский завод МДФ. Город Коростень. В принципе, вот эта штука, шрифт не наш, а эти елки мы им нарисовали, по-моему, лет 11 назад. И они к нам пришли, говорят, все круто, но у нас был большой рынок в России. Сейчас мы меняем стратегию, у нас поменялись акционеры, мы будем продаваться в том числе на европейских рынках. Нам нужно что-то сделать с брендом, потому что елки – это немножко другое. Мы тогда сели и подумали, окей, а что, если бы мы были швейцарским заводом МДФ? Мы переодели на себя швейцарскую шапку и подумали, а какой бы это был бренд? О чем бы он говорил? Говорил бы ли он об эмоциях? Не говорил бы. А можно ли довести вот эту вот безэмоциональность до абсолюта, то есть до максимума, закрутить эту ручку? Сказали, да, можно. Тогда мы придумали имя, которое называется Результ, такой новояз. И простую формулировку – stand on quality. Стоим на качестве. Результ абсолютно, абсолютно точно такой же. Минимализм, совершенно другие цвета. Все очень откалиброванное, все квадратное, не самое, но совершенно другой характер. И это вообще не пахнет корыстынем. Следующий проект. Город Бровары. В Броварах строится большой микрорайон. Мы начали говорить о том, о какое архитектурное решение. Нам показали архитектурное решение, драфты. Нам показалось, что в этом архитектурном решении есть что-то от Карлсона. Ну, то есть там очень много остроконечных крыш. Мы подумали о том, что для того, чтобы в этом городе была концепция, нам нужно взять скандинавскую философию. Тогда мы придумали имя Скандия. Мы придумали, в общем-то, очень лаконичный, такой чуть-чуть выгоревший стиль, который работает очень… Ну, то есть это наш дизайн, а это архитектурное решение, которое было у клиента. В общем-то, это такой большой микрорайон, городок, в рамках которого, в общем-то, реализуется скандинавская идеология, в рамках которого система навигации, какие-то брелки. И сейчас, если вы зайдете на Фейсбук, центры продаж и так далее, он пропагандирует определенное скандинавское или североевропейское отношение к жизни. И наш месседж, который есть – эмигрируйте в Скандию. Если вы хотите жить в Европе, отлично, эмигрируйте. Это здесь. И это тоже отлично работает. Ну вот, пожалуйста. Ну, тоже, Скандия, но совсем не про бровары. То есть и решение, связанное как раз с деревянными пешеходными пространствами, большим общественным пространством. В общем-то, я уверен, что это будет очень хороший, очень правильный, очень европейский город для жизни. Если вы пойдете в интернет и попробуете академическое найти определение того, что такое идея, это парадоксальная связь двух несвязанных между собой явлений. Как вы можете скрутить вместе что-то, что не скручивается вместе? Одна из самых базовых техник для брейнсторма – это метод ассоциаций. Когда вы берете коробку, в которой набрасаны совершенно случайные предметы, открываете крышку и говорите, окей, что мы будем производить сегодня, друзья? Айфоны, отлично, нам нужно переизобрести телефон. Я достаю, там персик. Вам нужно придумать, как персик пожениться айфоном. Придумывайте, да, скажем так, ну и так далее. Поэтому, это история про смелое смешивание. Я в восторге от того, что последний город делает Дольче Габбана. Казалось бы, где лакшери? Мы, итальянский бренд, Дольче Габбана. Но нет, откуда они берут вдохновение? На самом деле, в общем-то, они очень сильно берут от капри, Сицилии, от этого примитивного народного искусства, наивного искусства. И это смешивание, оно невероятно круто работает. По поводу ресторанов, кстати, реклама, был прекрасный случай, когда Новиков, это московский ресторатор, открывал свой ресторан в Лондоне. То, когда он вышел, то вышла разгромная лицензия топовой лондонской газете, что русские в конец уже охренели, открыли дебильный ресторан. Снова туда будут теперь все приезжать на своих Роллс-Ройсах, лить, в общем-то, кристалл рекой и так далее, и так далее. Ресторан стоял тихо, там не было не очень много людей. На следующий день после этой разгромной лицензии приехали все Роллс-Ройсы, заказали все шампанское. И он говорит, что минимум 40% успеха ресторана была эта разгромная статья. Поэтому никогда не знаешь, как это есть. Поколение Z подрастает. Новые миллионеры, они не про золотые часы. Они про то, чтобы все время проходить в одних и тех же штанишках. Потому что суть не в этом. Суть не только в том, что ты отбираешь и держишь, а в том, что ты отдаешь. И в данном случае хорошая стратегия для бренда – это бренд, который построен на социальной ответственности. Мы много работаем с брендом Кличко. И, к счастью, одним из проектов, которым мы… Это фундация «Фонд братьев Кличко». И здесь очень хороший пример. Это классика, то, что я называю «Укрдизайн» и «Укрреклама». Десять лет прекрасная организация проработала вот с этим стилем. Ответов на все мои вопросы не было. Вопрос номер один. Что это такое? Это перчатка в виде сердца. Вопрос. Почему у перчатки в виде сердца женский ноготь? Мы не знаем. Окей. А тут надо сказать, что целевая аудитория – подростки. Потому что миссия фонда крутая. Помня свою историю, братья понимают, что дети проигрывают свою жизнь, свой бой. В 12-16 лет. Когда они сидят в своем маленьком городке и принимают как данность, что это и есть моя жизнь. Раз все мои друзья пьют пиво полуторалитровое возле супермаркета и не говорят по-английски – это мой путь. И они говорят – нет, нет, все не так, ты можешь, давай. Такой бренд-челленджер. И они вот с этим выпускали футболки, раздавали их подросткам. Подростки из вежливости брали их, конечно. Мы принесли этот значок. Говорим – братья, поверьте, люди знают, что вы братья. Давайте уберем слово «братья». Давайте уберем благодейная организация. Они говорят – это наш юридичный тип нашей организации. Хорошо, но логотип при чем здесь? Они говорят – да, а так можно? Ну ладно. И у нас теперь бренд – фонд Кличко. Мы нарисовали этого человека, потому что он символизирует первый шаг, который должен сделать человек, и символизирует победу, когда он уже победил. Первый шаг к победе с позиционированием «Fight for a dream». Мы показали это менеджменту фонда, они сказали – о, класс, только на презентацию это не приносите. Мы говорим – почему? Вы что, не видели братьев? Бренд братьев – это сила, это мощь, это победа. А это какая-то детская каляка-маляка. Это нельзя. Мы говорим – ну, сори, мы агентство, мы принесем то, что мы считаем нужным. Мы сделали по просьбе менеджмента вариант, который был больше, ближе к стилистике классических спортивных брендов, Nike и так далее. Пришли к этим. Что мы увидели? Мы увидели Володю, который сказал – блин, это кетчи. Мне это очень нравится, это очень цепляет. Он это схватил, и для него теперь это игрушка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы получили роддот в Германии за эту работу. И в данном случае он хороший бренд – это игрушка. С ним хочется играться. И он его возит с собой, он фотографируется с разными знаменитостями. Его начали называть кей-мен. Идея очень простая – fight for a dream. Дерись за свою мечту. Твоя мечта сама к тебе не придет. За нее нужно драться. И это очень органично для боксеров, очень органично для них. Ну, опять-таки, сразу по-другому, сразу другой калинкор. Посмотрите, сколько драйва у детей. Посмотрите, сколько эмоций. И при этом это так просто, и это только дизайн. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, дорогие друзья, поздравляю вас. Передо мной лежит чистый лист, а это значит, что вы досмотрели этот многочасовой курс Папа Бренда. Как вы выдержали эту говорящую голову в течение такого большого количества часов? Я даже не знаю, даже не представляю, но я очень благодарен вам за это. И я хочу сказать несколько слов. Первое. Маркетинг, брендинг, наверное, это одно из самых лучших занятий на земле. Почему? Потому что вам не нужно разрываться. С одной стороны, очень хочется заниматься творчеством, очень хочется что-то создавать, придумывать, веселиться, общаться с талантливыми людьми. С другой стороны, не хочется быть бессеребряником. Хочется строить системный бизнес, который будет устойчивым, будет развиваться многие годы, который можно будет продать или передать по наследству, который будет создавать хороший, приятный, полноводный денежный поток. Но не хочется делать этот выбор. Поэтому для меня именно работа с брендом, именно работа с инновационным предпринимательством, это и есть симбиоз этих двух направлений. Симбиоз бизнеса и симбиоз творчества. Не нужно выбирать, нужно получать кайф. Я могу сказать так, что я получил удовольствие и от общения с вами в течение этих нескольких часов, потому что это позволило мне даже для себя еще раз, еще лучше сформулировать то, чем я занимаюсь, сформулировать свои мысли. Я рассчитываю, я надеюсь на то, что в ближайшие месяцы и годы вы будете не просто рассуждать про то, что такое маркетинг, что такое бизнес, а вы начнете делать и действовать прямо сейчас. Я надеюсь, что вы смогли сделать много заметок, у вас пришло много идей, которые позволят изменить, развить действия в вашей компании. Вы должны помнить про то, что завтрашний день придет очень быстро. Про то, что даже если сейчас у вас дела идут великолепно, уже сейчас вы должны планировать себе время и место для следующего шага. Что будет следующей инновацией, что будет той новинкой, которой вы будете удивлять потребителя завтра, послезавтра, сильно потом. Что вы будете инвестировать сейчас в инновации, которые сломают ваш существующий бизнес? Потому что если этого не сделаете вы, это сделают другие. Поэтому я могу сказать, что как компания Федерев эволюционировала из просто брендингового, из просто дизайн-бюро, из просто рекламного агентства, сначала в брендинговую, в маркетинговую компанию, а потом в креативную компанию. Потому что то, что мы привносим в бизнес, мы привносим всегда изменения. Изменения ради роста, изменения ради того, чтобы новые эмоции приходили в жизнь потребителя, изменения ради того, чтобы новые технологии начинали работать в рамках ваших бизнес-процессов. Мы прошли с вами 10 разделов. Я хочу напомнить самое главное. Первое. Пожалуйста, возьмите бренд в свои руки. Вы – папа бренда. Папа бренда – это не должность. Папа бренда – это не акции. Папа бренда – это образ мышления. Смелого человека, который не боится рисковать, который не боится слушать свою интуицию, который хочет создавать, который для этого объединяет свою команду, который ради этого прыгает в мир потребителя, который ради этого живет с ним в одном ритме, пытается посмотреть на мир его глазами, при этом оставаясь собой, который ради этого потребителя создает новое, создает стратегии, в основе которых лежат новые, яркие, острые идеи. которые позволяют ему отличаться, которые позволяют ему делать то, что другие конкуренты не делают в принципе. Создавать стратегии, которые после этого радикально меняют его бизнес, позволяют создавать новые продукты, заворачивать их в удивительные упаковки и предлагать потребителю пройти, войти и испытать новые ощущения в новых мирах, авторами которых являетесь вы. Нет ничего лучше, чем стать автором нового мира, чем пригласить в него людей, которые вам интересны и смотреть, как им там хорошо. Это есть маркетинг будущего, создание такого опыта, создание такого контента, контента, в котором теряется грань между виртуальностью и реальностью, в котором ваши потребители являются вашими главными соратниками и являются главными медиа-носителями. Это маркетинг будущего. Это то, чем я предлагаю вам заниматься. Это не распродажа. Это не скидка. Это не внимание у нас самая низкая цена. Это внимание у нас самые уникальные ценности. Делайте, кайфуйте и будьте счастливы. Для начала советую пересмотреть курс еще один раз. Спасибо большое. Люблю вас. Создавайте что угодно. Что бы ни происходило, создавайте. Create whatever. Андрей Федорев. Папа бренда. Пока.